отлично всем привет сегодня нас немного больше чем вчера это отлично значит к слову вчерашнего дня происходит по рынкам то что я и ожидал скорее будем тестировать или 210 или даже выше да по основным индексом достаточно тут все интересно и просто так примитивно никогда ничего не бывает тогда когда терпение у большинства заканчивается у кого и не хватает депозитов не хватает нервов не хватает терпения тот выходит из позиций особенно кто сейчас загружает какие-то такие среднесрочные short позиции как видите здесь тоже подобная ситуация происходила был такой level range распределительный и после этого уже произошел импульсный обвал в августе месяце далее у нас достаточно так внезапно и быстро только подошли мы к цифре 210 не добив предыдущий хай уже также был неплохой слов и сейчас пока еще даже не не пробили хаи и сопротивление которое образовалось уже в январе месяца но исходя из сегодняшнего фьючерса исходя из вчерашнего дня вчера день был достаточно веселый как видите мы прошлись по доу джонсу это вчера было более чем 200 пунктов сипе не подскажу там в районе тоже ну как видите здесь приблизительно два поинта был рост это приблизительно два пункта было по сипе тоже у нас движение сегодня фьючерс у нас положительное плюс семь приблизительно по индексу доу джонса и вернее по s&p 500 на плюс семь по сипе почти плюс 8 думаю что может быть сегодня и коррекционный день то есть с открытия все-таки с этой высоты мы будем идти и приближаться к клоус вчерашнего дня но это достаточно все интересно сна да то есть все таки в целом думаю что рынок у нас еще хаип все таки протестирует то есть это очень сложный момент для среднесрочников потому что это все нужно пережить все это нужно скажем так перетерпеть да и быть уверенным все таки в том что падение но неизбежно наступит и очень много сейчас аналитиков про это говорят и я могу сказать что консенсус достаточно сильный на понятно что против толпы против коротких стопов обязательно вот я так думаю будет тестинг никогда ничего просто так не происходит но в целом прогнозируют то что и если даже вот не этим летом то к осени у нас будет достаточно серьезная коррекция посмотрим насколько это будет интересно в разрезе внутридневной торговли как рынок изменится у нас все таки ближе к к осени но в любом случае в любом случае в любом случае видите некоторые из них все таки дали у нас вчера точки вот я бумагу сев сбрасывал в этот момент ожидал то что здесь будет продолжение по по локальному тренду как видите были здесь сквизы бумагу выбивала но все таки по выносили стопы и вот сейчас конечно очень важно уметь перезаходить в такие ситуации как видите здесь бумага моментумно лучше торговать сейчас моментумно я об этом говорил и вчера то есть торговать лучше коротко не пытаться высиживать дальнейшее движение вот видно что на из рейнджа вышла только она сделала такое вот ускорение ну как минимум две третьих позиции нужно здесь покрывать видите бумага вернулась опять выбивала ребят при том предыдущие х и вот в рынок сейчас в том и сложно что бумага может от какой-то зоны вновь отталкиваться но она обязательно сделает хай вот здесь после этого пробития предыдущие выше предыдущего либо сквиз либо такого вот ложного такого пробоя но тут видите задержались то минимум три минуты здесь минимум пять минут задержались здесь минимум там четыре минуты да все-таки бумага дальше прошла и отработала свои полпоинты которые спокойно здесь можно было ожидать значит по вчерашнему дню также я сбрасывал бумагу си ай меня реально вчера было сейчас я скажу я сбросил три бумаги одну из них повторно последняя не сработала по поводу себе значит бумага вышла на хай как я и говорил сейчас да по рынку бумага вышла но развороты сейчас торговать если это базовые развороты от какой-то цифры которые отрабатывает и развороты торговать можно вот в этот момент я сбрасывал эту бумагу вот дело в том что здесь кто наблюдал вот именно в этот момент за лентой видно что есть предыдущие хай да видно что был ложный пробой бумага вернулась она находится на верхнем экстримами и также нарисовала здесь неплохую сопротивление на ценовой фигуре 128 вот бумага прошла и достаточно неплохо и также я сбрасывал бумагу си ай сбрасывая два раза один раз она прошла второй раз уже вечерком она выбила то есть второй раз и вот здесь сбрасывал то есть неплохо здесь тоже держала думал все таки ниже пойдет на пробитие 125 она это сделала но как я и говорил то есть она сначала пошла ребят по выбивала и уже вот здесь про торговку нарисовала и отсюда импульсно она слетела вниз что касаемо той точек сбрасывал вот это было вот этот вот момент а здесь также вот в этой точке интересная ситуация заключалась в том что бумагу прижали в такую вот консолидацию и тут по котировкам по ленте можно было видеть как сильно печатали в 126 снимали все лимитники по бедам которые стояли выше цифр 126 и выше чем 126 10 там стоял оффер скрытый его тоже бумагу эту не пускали очень агрессивно не беды забирали после этого произошел такой достаточно импульсный пробой тут две третьих позиции я все-таки после выхода на хайс советую крыть да то есть или 50 процентов если это 200 бумаг минимум сотню а дальше уже можно вторую часть высиживать так как бумага после пробоя ну может она и позиционно немного пройти но сейчас лучше все таки торговать более коротко это даже бумаги коротки бумаги достаточно дорогие которые сбрасывал но во все во все из этих бумаг можно было заходить с короткими стоп значит что еще интересно последние дни наблюдая что нашел вот эти бумаги мы бы с вами обязательно нашли по объему по гэпам по растянутым свечам да то есть это по сути то что уже является популярным сейчас такая ситуация что рынок его можно охарактеризовать следующими словами такой вот метафорой рынок сейчас пуст пуст на наличие наивных денег постоянного прихода таких денег скажем так бесхозяйственных это когда клиент звонит брокерскую компанию либо наоборот как правило это бывает брокеры звонят и говорят что нужно что-либо купить и данные к этой инвестиционной компании от имени клиента открывает счет и гоняет деньги в рынок в какие-либо стаки и за счет этого постоянно есть живой денег в рынок прилив то есть сейчас состояние рынка почему вот с августа месяца достаточно все тяжело и почему многие очень сильно жалуются на на рынок да дело в том что он пуст очень много прилива новых трейдеров очень много вернее мало приход на новых трейдеров мало приходы сейчас идет денег просто вот как инвестиции на фондовый рынок то есть немножко проблема в этом плане с ликвидностью у рынка получилось и получается что сейчас роботы кушают роботов трейдеры кушают трейдеров профессиональные и скажем так более smart money кушают менее умные smart money и в этом плане конечно с ликвидностью есть такая проблема точки достаточно тяжелые достаточно циничные и и если мы сейчас будем находиться только в стратегии отбора бумаг которые показывают импульсы которые видят все да там гэпы объемы то что постфактум туда сбегаются все если она там как видите очень цинично выбивает всех по стопам и достаточно тяжело туда вгрузить объем вот в чем дело и поэтому должны искать то что еще сигнал не дает то есть либо сигнал дал но угасло значит я советую здесь идти некоторыми путями то есть это искать определенные уровни на дневном графике я покажу сейчас примеры искать определенные коридоры на дневном графике торговать бумаги вот тут уже актуально использовать да когда у бумаги есть эти ар какая то есть определенная выборка бумаг в ценовой категории есть эти ар и просто следить за этими бумагами которые отрабатывают именно дневку и 20 минут то есть сейчас приоритетные таймфрейма это все-таки дневка и 20 минут если бумага на 20 минутки на дневке показывает какую-то точку которая изо дня в день отрабатывает но при этом нету вспышек объема серьезных нету сильных гэпов и нету растянутых свечей эта бумага не будет светиться в общих фильтрах которые сейчас видят все и как видите на всех их не хватает поэтому трейдерам торговать сейчас тяжело поэтому ищите подобные вещи ищите такие вещи как SHLX да вот гэп прошел объем прошел но такая ситуация я сейчас покажу другие бумаги они и без гэпов что происходит обратите внимание на 20 минутку согласитесь очень понятно как торговать эту бумагу посмотрите вот тут идет разделение по дням пунктирами может быть вы их не видите но я думаю здесь все таки надо в properties немножко полазить и вот эти вот скажем вот эти точки если конечно можно в настройках в ваших графиках настроить я бы их настроил почему потому что так 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 я не знаю тут серый цвет может поставить его черным ой вообще не то тоже не то ну ладно это я позже уже все буду делать значит вот имеется ввиду вот этого часть сделать более заметно чтобы было разделение по дням и на 5 минутке это очень хорошо видно значит нижние цифры это 33 там 13 приблизительно верхние цифры это приблизительно 34 даже не до боя 33 90 грубо говоря со стопом можно до фигуры и каждый день бумага ходит вот в этих интервалах движения слабые объемщика вроде бы как не хватает но мы по крайней мере понимаем какие зоны мы торгуем и они достаточно сильные да аналогичная ситуация мы можем посмотреть по бумаге и м посмотрите цифра 25 видно на дневке 20 минут к нам нужно для уточнения видите бумага тоже вот идет не до боя 25 то есть как здесь происходит торговля ставится алерт да на эту цифру сегодня положительно фьючерс бумага легко может долететь до цифры значит 20 25 да правда исходя из вчерашнего дня здесь уже такой был неплохой коридор поэтому бумага спокойно может пойти на выход из этого коридора который здесь образовался 25 24 буквально в последние дни и я не исключаю то что здесь все таки может сразу и какой-то шорт происходить но в любом случае 25 пока цифру отрабатывает она интересная можно смотреть вот 24 24 07 да то есть может быть выход из этого коридора аналогичная ситуация вот идет бумагами W AR посмотрите на цифру 14 50 то есть бумага эту цифру полюбила и от нее спокойно отходит к ней возвращается видите вот утренние импульсы отходит вот внутри дня идут движения движения по 25 по 30 в какой-то день вот посмотрите здесь движение было 40 центов да вот посмотрите в этот день тут утром бумага открылась и сразу же пошла вниз 45 центов да и вот посмотрите допустим вчерашний день вот бумага прошла 30 центов то есть это достаточно интересные вещи вот сейчас положительный фьючерс здесь утром вероятность того что бумагу будут пробивать она достаточно высокая но даже если на 20 минутки посмотреть какая здесь цена идет вот здесь 53 вот здесь 53 стоп достаточно короткий то есть очень далеко бумагу вот вот 56 только начали держать эту цифру 1450 то есть максимум это по 57 центов стоп то есть можно даже заранее невзирая на фьючерс где-то здесь выставить допустим стоп и лимит а лучше вообще выставить на алерты как только бумага подойдет к этим цифрам то есть это достаточно интересные стратегии можно за ними однозначно понаблюдать вот бумага тоже к 34 может сегодня приблизиться но думаю что сил у нее все таки не хватит посмотрим вот двигаются бумаги с сильными гэпами вот все таки сильные гэпы сейчас могут рисовать точки да неплохие как видите делать очень сильные движения сильные растянутые свечи там при ликвидности при таких поинтовых движениях да да эти бумаги двигаются и скорее всего будут продолжать такую же такую же тенденцию но в любом случае лучше искать вот вещи такие достаточно сейчас ликвидные по поводу айджен где я нашел бумагу айджен за айджен я давно наблюдаю но самое интересное что здесь есть в айджен она у меня в портфеле она просто не уходит с портфеля в айджен тут кстати тоже есть цифра посмотрите сейчас вот ее как раз пробили 430 230 вернее но бумага легко может не вернуться но тут посмотрите вчера я вам могу показать точки сейчас вам скажу где вот тут не надо сидеть долго не надо сидеть можно было спокойно скальпировать лимитками по 40-50 центов очень неплохая скажем так стратегия далее бумага пробивает тоже начинает рисовать цифры и в конце дня она опять находит уточнение по цифре 229 50 отсюда под вечер проходит тут пока спред не сузится и пока не покажет четкую базу входить сюда ни в коем случае нельзя а так в целом у меня сейчас есть порядка четырех различных выборок на финвизе и я просто занимаюсь тем что я смотрю где начинает бумага торговаться в коридорах на 20 минут и на дневке то есть это сейчас основное такие же вещи я вам говорил в июне месяце прошлого года где буквально у меня весь месяц там был минус я потом написал что вот нашел провел там брифинг там буквально последние пять дней месяца провел по этой стратегии месяц закрыл из хорошего минуса в хороший плюс да то есть если находим какую-то тенденцию то минуса которые теряются достаточно тяжело они отбиваются достаточно легко если мы конкретно понимаем что мы делаем да и конкретно видим вот что мы ищем да то есть конкретно что мы ищем допустим допустим как в бумаге вот SHLX тут я другого выхода как тоже выставление лимит ордера и постановки стопа по 0.09 центов я не вижу или же как минимум алерт можете сюда выставлять тоже смотреть что будет происходить все всем спасибо до связи самое главное сейчас не спешите больше занимайтесь поиском нежели торговли потому что ну сейчас активная торговля сейчас рынок не агрессии сейчас рынок не скажем так смелости трейдера да то есть сейчас рынок выдержки трейдера последовательности трейдера да то есть умение анализировать сейчас рынок да то есть и при этом как бы сдерживать себя в процессе торговли да то есть нужно понимать что делать тогда как минимум будем отталкиваться от ситуации не потерять все всем спасибо до связи